Стрит-арт, живопись, графика, скульптура, калаш. В этих техниках и направлениях работает Максим Листопадский. Новое имя в мире современного творчества Владивостока. Вдохновляется уличным искусством, но на стенах рисует редко, поэтому называет свое направление улично-домашним искусством. Часто смотрю художников каких-то уличных, ну, современных иллюстраторов. Ну, именно посыл к рисованию чаще идет изнутри, то есть не из картины каких-то внешних ресурсов. А если внутри состояние, ну, располагает, то тогда рисует. В работах используют как традиционные граффити формы с их динамикой, так и более современные, в которых позволяет авторские эксперименты. Максим оригинально комбинирует яркие, насыщенные цвета. Композиции переполнены абстрактными символами, формами и буквами, что создает интересный визуальный ряд. Здесь встречается и игра с линиями, и минимальный набор цветов с сохранением простых форм. Это название мне показалось смешным. Оно пришло, то есть, интуитивно, напрямую. Я его не выдумывал долго, не сидел. Я просто шел. Ну, мне показалось это забавным словосочетанием. От этого мы начали как-то играть уже со словами, со всей этой бобовой тематикой. Проект «Секретные бобы» – попытка переосмыслить и упорядочить авторский язык, представить себя как самостоятельного художника. Интерпретация секретности прослеживается через отношение окружения художника к выставке. Например, в цехе, где работает автор, никто не знает о его художественной активности. Прекрасная работа, прекрасно все оформлено, прекрасное помещение, разный формат, очень нравится. На выставке не встречишь явного изображения бобовых или прямые отсылки к ним. Бобы в данном случае аллегоричны, и если их изображение и встречается в работах, то выступает больше как элемент поддержки общей композиции. Поп-ап мини-выставка «Секретные бобы» продлится до 30 марта. Посмотреть ее можно на новой выставочной площадке Художественного музея ДВФУ. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.